Во вторник, 29 сентября, около 10 часов утра, в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Ругеля была обнаружена утечка газа. Полностью загазованным оказался подвал. Незамедлительно на место происшествия были вызваны специальные службы. Газовая, пожарно-спасательная и бригада неотложной медицинской помощи. Но не стоит волноваться, никакого риска для жителей этого и близлежащих домов не было. Такова легенда ежегодных учений, которые проводит предприятие «Латвия с газой». Загазованность подвала – это один из самых опасных и сложных моментов. Если загазованность в квартире, в подъезде, там менее опасно, потому что все-таки газ – это легче воздуха, он старается улетучиться. Но он и в подвале тоже, но подвал – это замкнутное помещение, ему некуда практически деваться, особенно если окна подвальные, эти решетки заделаны. И вот в случае, если кто-то пойдет в подвал, не почувствует запаха, зажгет там выключатели, и могут быть, конечно, последствия. По факту, в таком случае весь дом может взлететь на воздух. И такие инциденты в «Латвии» были, правда, очень давно. 12 января 1969 года в Елгове из-за утечки газа взорвался жилой дом. Согласно официальной информации, погибли 39 человек, среди них 14 детей. И чтобы впредь трагедии не повторялись, необходимо вплоть до мелочей научениях отрабатывать каждый шаг по устранению аварии. Совместно с газовщиками в них участвуют также полицейские, спасатели и медики. В данном случае, согласно легенде, житель дома спустился в подвал и почувствовал запах газа. Он вызвал аварийную бригаду предприятия «Латвия с газа», которая прибыла в считанные минуты. Находим, определяем причину и отключаем газ. И потом начинаем, раз мы газ отключили, то он уже больше, концентрация газа в подвале уже не увеличивается. И начинаем работы по проветриванию подвального помещения. Территорию вокруг опасного объекта оградили специальные ленты. А выяснив причину утечки, газовщики вызвали подмогу. Вызвать все сухи города согласно плану взаимодействия. Вызвать бригаду быстрого реагирования. Первыми на помощь приехали сотрудники пожарно-спасательной службы. Происходит утечка снаружи или внутри помещения? Утечка внутри помещения. Спустившись в подвал, спасатели обнаружили пострадавшего человека, который якобы надышался газом. Оперативно прибыли сотрудники неотложной медицинской помощи. А в это время была привезена вся необходимая техника для того, чтобы очистить воздух, а также устранить повреждения. На все работы ушло чуть больше часа. По словам Александра Новикова, утечка газа происходит довольно часто и обычно в квартирах. Основных причин две. Либо пожилые люди просто забывают выключить газ, либо изрядно выпивший хозяин квартиры засыпает, когда на плите что-то готовится. Но бывают и более серьезные аварии, как раз, когда загазованными оказываются подвалы жилых домов. Особенно, когда строители часто строят, повреждают и не сообщают. Такие случаи у нас в городе были. И вот, когда газ из подземной трубы газовой выходит, он по подземным коммуникациям, по неплотности земли, он попадает в подвальные помещения. И такие случаи, увы, бывают. Редко, но бывают. Поэтому нам надо быть готовыми к таким ситуациям. Во избежание трагедии сотрудники «Латвии» с газа призывают жителей в случае обнаружения запаха газа незамедлительно звонить по телефону 114 или 112. Продолжение следует...